Добрый день, я хочу еще устно сделать некие подтверждения вот напечатанному формату, каким образом производить верификацию документов при загрузке их в Умбреллу. Итак, если у россиян, именно у россиян есть российский и зарубежный паспорт, форма, которую я уже говорила, то есть первая позиция, вы удостоверяете свою личность, паспорт с латинским изображением букв ваших, да, во второй позиции грузите русский паспорт и страницу с пропиской в третьей позиции. У кого нет загранпаспорта, грузим. Первый паспорт национальный, первая позиция, развернут с четким изображением. Во второй позиции делайте селфи с адресом проживания, то есть у вас третья позиция, будет прописка ваша, сделайте селфи, загрузите во второй позиции. Если у вас Казахстан, Белоруссия, Молдова, Украина, это ID карточки национальные паспорта и на них нет прописки. Здесь у нас работает форма, которую я расписала. То есть первое, если есть загранпаспорт, грузим загранпаспорт и не трогаем ID удостоверения. Если нет загранпаспорта, лицевая страница ID удостоверения, первая страница. На второй странице вы делаете, на второй позиции вы делаете селфи с документом, который вам доступен. Это может быть справка из ЖУ, из ЖС, либо национальные какие справки, какие есть по республикам, либо это банковская справка, где четко должны быть пропечатаны фамилии ваши на русском языке, но самое главное, печать, формат должен быть официальным. Нет, руки написаны. Официальный формат напечатан. Вы делаете селфи на А4, печатаете на компьютере, обязательно в напечатанном виде. Перевод вашего адреса латинскими буквами. Пишите фамилию, как указывали при регистрации. Если у вас нет заграничного паспорта, фамилию вы подтверждаете в развороте документа национального. Но там есть фотография, там есть номер, по которому будут сличать регистрированный номер документа у вас в бэк-офисе. Поэтому, когда вы делаете селфи, вы пишите латинскими буквами так, как регистрировались. Проверяйте соответствие букв, это очень важно. Пишите имя, фамилию, печатайте, не пишите, печатайте, плюс печатайте адрес проживания. Держите перед собой, делаете селфи, и это у вас позиция номер 2. И позиция номер 3 обязательно документ, оригинал, который будет у вас на руках. То ли это банковская справка, то ли это справка о проживании из управы, откуда угодно. То есть любой документ на русском языке в формате официальном с печатью проходит для третьей позиции. Если у вас есть справка на английском языке из банка, есть такие банки, Альфа-банк в России, они выдают. У вас есть заграничный паспорт, что вы делаете? Первая страница, вы делаете загрузку документа. Далее вы можете сделать прописку, можете не делать, можете на вторую страницу отправить национальный паспорт. И на третью, не надо селфи делать, и третью делаете загрузку документа на английском языке, где прописана ваша фамилия ровно так, как она прописана в загранпаспорте. Все. То есть просто загрузка документов. Селфи тем, у кого есть на английском языке подтверждающие документы проживания ваше и вашу личность, то есть загранпаспорт, не нужно делать. У кого нет на английском языке документов, все в порядке, который я выше изложила. Я была сегодня в век-офисе, еще хотелось бы сказать по новостям. Очень многие интересуются, когда, что, как, как быстро у нас будет работать Умбрелла. Сегодня я видела, просто программисты верификацию стараются делать в максимально быстром скоростном режиме, то есть 3-5 рабочих дней, 3-5 рабочих дней, пока не укладываются 3 дня. Но только началась массовая загрузка документов, поэтому я думаю, что все-таки 3-5 рабочих дней нужно ждать. Далее. Повторная будет ли загрузка. Если вы, мы договорились сегодня, я очень просила не создавать сложности для россиян, уже очень многие загрузили документы в правильном, неправильном формате, что-то пройдет, что-то не пройдет. Мы договорились, что должны вам будут открыть еще раз повторно форму для загрузки документа, уже в том порядке, который мы сегодня согласовали. Далее. На следующей неделе. Верификация идет сама по себе, то есть над этим работает команда. Команда программистов Умбрелла работает над тем, чтобы создание адресов, нам необходимы адреса для обменных операций нашего Eagle Social Gold Coin на биткоин. Поэтому создание адресов, привязкая к нам, будет на следующей неделе идти полным ходом. Поэтому Умбреллу они адаптируют и доводят до состояния рабочего для нас. Следующая неделя. Все торопятся завершить эти работы и верификацию, и привязку адресов, чтобы открыть возможность вывода 28 мая, как было обещано. Еще раз это сегодня подтвердили. Напоминаю, что 28 мая у нас должны, мы должны увидеть первое начисление дивидендов по нашим пакетам и возможность вывода тех процентов, которые обговаривали сразу по маркетингу, частично 25% и 10%, первые проценты, которые нам были обещаны по Салду Морозу, перешедшему на новую платформу. В каком порядке они будут идти? Видимо, первые все-таки 10% для всех, потом, видимо, я так думаю, что это день-два, это все в одном режиме будет идти. Будут дивиденды и потом будут проценты по маркетингу. Все, что касается людей, которые по контрактам приобрели монеты, они получат возможность их вывести 100%. Еще поступал вопрос от наших партнеров, возможно или нет, совершать проплаты наших пакетов не в биткоинах, а в фиатных деньгах. Там, где это возможно, где допускаются перечи межбанковские транзакции, пожалуйста, я еще раз сейчас продублирую данные банка в Дубае. Пожалуйста, вы можете отправлять деньги, соответствующие пакету, у нас есть значение пакета, мы все их знаем, в сумме, отправлять. Дальше на легал я еще раз продублицирую email адрес, куда отправлять подтверждение транзакции, деньги поступают на счет. Когда вы отправляете транзакцию, вы указываете свой логин, вы должны быть прорегистрированы уже, и деньги зачисляются вам на счет. Если вы хотите оплатить контрактные отношения с компанией, то есть вы хотите контракт покупки монет, либо контракт инвестора, точно так же в начале данные для контракта на легал отправляете, это имею в виду большие контракты, вы помните. Все, что касается мелких покупок для старых партнеров, это мы все делаем в рабочем порядке, но у нас есть заявки для партнеров от 300 тысяч, 400 тысяч, 500 тысяч и миллион, то есть партнерские отношения с компанией по инвестициям, опять же на легал, данные для контракта, как обычно, имя, фамилия, паспорт, адрес проживания, номер телефона, номер документа, скрин документа, прикрепляете туда сумму, которую вы хотите отправить, цель, которую вы хотите преследовать в контракте, то ли инвестиционное отношение с компанией, то ли покупка монет, то есть указать, что вы хотите. Отправляете в начале, делаете контракт, получаете контракт, это ваше обоснование, перечисление суммы, и дальше идете, перечисляете деньги на счет компании. Еще один момент. В регионах, где очень сложно работать с биткоинами, есть такие регионы, я сегодня специально задавала вопрос, возможно ли лидерской группе, либо лидеру этого региона перечислить на счет компании определенную сумму и указать далее уже прорегистрированные логины своих партнеров, кому и какие пакеты он просит зачислить. Тоже это возможно. Это отношение с компанией партнерские и компания на это идет.